В 1743 году наблюдатели сообщили, что видели комету с шестью хвостами. Тогда они совсем не знали, что эти шлейфы позади кометы могут иметь отношение к происхождению Солнечной системы. Со временем ученые пришли к выводу, что пыль в кометных хвостах собирается в полосы. Но то, как ведет себя пыль в кометных хвостах, по-прежнему загадка. Вследствие того, что кометы — остатки строительных кирпичиков Солнечной системы, наблюдая скопление материалов и их фрагменты в хвостах комет, мы можем судить о процессе, который формировал спутники планет или астероиды. В 2007 ученые смогли сделать снимки кометы Макнота при помощи обсерваторий СОХО и космических аппаратов Стерео. Сегодня исследователи делают следующий шаг в анализе, применяя новый метод сопоставления изображений. В этом случае сочетаются снимки различных космических аппаратов, давая нам более четкую картину изменения и выравнивания полевых полос со временем по отношению к Солнцу. Это показывает, что наша звезда вполне могла играть значительную роль в их формировании, так же, как и во фрагментации комет. Здесь можно также увидеть, как искажаются чистые линии при пересечении кометы и границы, где магнитное поле меняет свое направление. Обратите внимание, что искажение определенных линий говорит нам об электрическом заряде, составляющих их частиц и характеристических линиях магнитных полей в Солнечной системе. Ученые могут использовать новый инструмент обработки изображения для изучения поведения пыли и того, что кометы могут рассказать нам о нашем происхождении лишь одним своим хвостом. И так же, как мы видим, что мы только только увидим это, по этой истории. Продолжение следует... Продолжение следует...